всем привет с вами андрей у нас выживание подземелья вторая часть легенда о колоссе давайте заберем ежедневную награду у нас сегодня осколок эдвенда на получили его также у нас доступна рекламочка на вот его потом посмотреть вместе с вами но опять же рекламу понятное дело вы смотреть не будете я без вас посмотрю и заберу награда вот у нас вот сегодня вот такая вот награда на рекламе вот так же у нас по таверне у нас вот такие вот тут ребята шикарно запретный лес двоечка даже нас собственно отправляет в повторке в повторке мы не пойдем в 3 запретный лес мы еще не открыли это 26 уровень как вот здесь вот а вот за запретный лес двоечка мы уже присутствовали поэтому мы можем восходить также он присутствует лаборатория двоечка тоже в ней был уже поэтому в данный момент собственно я исследовал уже запретный лес полностью пробежали сюжет вот собственно все весь сюжет он получается две 6 16 повторки стоят уже то есть можно выходить не бесконечно также лабораторию следовал весь уже пробежал и собственно в лаборатории пробита у меня как говорится две две повторочки как вы видите вторая лаборатория тоже пробита собственно вот эта кнопочка у нас ежедневный забег так называемый на 8 часов отправляешь двух свободных персонажей они должны соответствовать требованиям то есть 18 уровня и статус энергичный на 15 уровне статус энергичный их двоих отправляешь и они скажем так приносит вам рандомные ну не рандомные а фиксированные предметы которые выпадают отсюда вот здесь вот все это описано ну я обычно когда не играю я отправляю этих ребят путешествовать чтобы они мне хоть что-то приносили какую-то пользу также я хотел вместе с вами тюрьму посмотреть но я думаю мы смесь с вами посмотрим ее позже все сегодняшний выпуск и хотел бы но и город мой пробить посмотреть вообще что это сможем ли мы своим основным отрядом ее потянуть если не сможем то вообще какие у нас там шансы это сюжетный город сюжетная локация теория она не должна быть сильно длинная поэтому давайте посмотрим собственно 19 уровень мобов так давайте возьмем сюда риме собственно колосс у нас древний страж единичка сохранить согласен вот собственно наш вот так отряд выглядит вас 20 уровне персонажей кроме риме она у нас 25 также на риме сегодня в идеале сбегать на повторку но я думаю если конечно мы успеем 19 уровень мобов ничего про них не написано то есть к чему уязвимы неуязвимы и так далее рекомендуется шарлотта риме black то есть это у нас получается 1 в 3 3 позиции рекомендуется у нас стоят данный момент вот поэтому давайте инфо по подземелье после экстремального торможения пользы захваченные следственные группы они приехали в город но и за помощью и за сюрприз их арестовывает герцог города но и по объявлению вторжение в это время появляется загадочная женщина все больше больше текст нет этаж 1 опыт лорда 500 получаем полный на одну набор синих предметов набор зеленых но это и полный набор это просто предметы будут этого набора и снимай немножко золото у нас сейчас 92 тысячи 90 на ключа но весного ключа они не нужны здесь здесь нужно просто золото ну и собственно чтобы ребята были живые нам подсказывают то что мы выше уровня локации соответственно мы чуть меньше опыта будем получать но до сюжет мы будем пробегать а у нас получила я покажу талант спринтер вот кстати как наши персонажи вообще в целом выглядит просто там по снаряжению что вы имели представление вот вот их снаряжение в данный момент вот давайте продвинет ребят пусть становится на окрестности города на который является воздушной частью континента рота в поезде много реактивов мы должны отправиться город но и попросить помощи у герцога герцог во имени хак сли верно я советую вам не питать больших надежд это герцог отъявленный тиран алицемер у него у тебя будут большие принятия если ты пойдешь к нему в таком виде но мы не можем оставить здесь вагон полной чумы давайте есть эти ответствующиеся обстоятельствами давайте квест потушим чтобы она нам не отсвечивала один этаж в принципе достаточно быстро должно быть город но и впереди какой вероятный гигант я слышал что город но это город альянс известен своими передовыми механическими технологиями какая грязь а герцог есть избирается различными членами альянса в настоящее время город находится в состоянии автономии и он попадает под юрисдикцию короля все не так просто летние механических технологий город но и претерплял огромные изменения вы не поймете это пока не видите собственными глазами двигаемся дальше уже 40 процентов и на резьбой будет стража но и стоять кто вы мы специальная группа посланной герцогом города вальгаллы преследующая пилец беглеца по имени оси нам нужен срочный герцог не нужно должить герцогу жить здесь группа долго ждала у городских ворот вы можете войти но вам нужно сдать оружие у нас нет злого умысла прекрати нести чушь оружие оставьте здесь если хотите войти делайте как он говорит издалека видим взрыв что-то изменилось оружие надеюсь у нас брали нет оружие у нас не забрали хорошо в нижней части города новой группа рабочих лохмотьях сидит по обе стороны дороги серыми глазами на темных лицах они смотрят на незнакомца входящего город рядом валяются груды выброшенных деталей за день их из десятков клуб поднимает черный густой дым похоже несколько фабрик герцог ждет на другом конце дороги из группы охранников воздух на под высоким давлением ходит струк провода этого правого устройства гексагональное клапанное устройство что-то вроде гирлянды может быть перемещено запустить устройство запустить устройство после использования клапана устройства показания манометра изменились отрегулировать цвет манометра на зеленый на синий либо на желтый цвет мы не знаем на какое конкретно поэтому давайте пока этот момент пропустим дорогой мистер дюк мы посланники из города вальгала у нас есть а срочно идем и вам дело мы надеемся обратиться к вам за помощью герцог х ха х х х х х х никогда не слышал таких посланник вы должны быть какие-то шпионы арестуйте всех что мистер дюк и пошло подошло какое-то недоразумение как я ожидал все действительно высокомерный вы засранцы как вы смеете арестуйте их всех и я хочу чтобы они боль страдали приготовьтесь бою увы наше оружие находится в руках стражей внезапно я спины топы толпы выбрасываются нескольких единиц оружия. Вот ваше оружие, держите. Кто это был? Тебе лучше зарятощиться на другом. На нас напала стража и герцог. Ха-ха-ха, класс! Давайте посмотрим, что у вас стража вообще в целом. Собственно, их можно пробить обычной физой. Бьют по первому ряду, стража неактуальна. Все до 18 уровень. Бьют физой. Кроме вот этого, этот бьет еще и по знаку. Герцог. Герцог тоже бьет физой. Бьет по первому ряду. Бафает союзников очень сильно и призывает солдат. ХП у герцога не сказать, что сильно много. Стражи 500. Герцог полторы тысячи. Ну, короче, дохлые ребята. Я думаю, мы их быстро потушим. Отправляем великана. Ну, собственно, мы убили всех. Ну, и герцога тоже. Шаг в гребежа получили. Все больше и больше охранников окружают их. Блэк бросает несколько дымовых шершек, и толпа разбегает случайным образом. Черт, вы даже не смогли справиться с несколькими безоружными. Арестуйте их. Да. Бегите к заводам. Там очень много развития. Нам удастся избежать их поисков. Быстрее. Что-то изменилось, виден взрыв. У нас почему-то локация постоянно обновляется в плане города. Обратите внимание, у нас уже 26%, хотя до этого было и 50%. Непонятно. Давайте активируем. Не знаю, на какой цвет. Ну, в теории, давайте, не знаю, на красный. То есть на синий цвет, который. Какой-то глубоко выплескивается из губ. Уменьшая ваше уклонение, уклонение врагов. Класс. Нам срезали уклонение. Увеличивает уклонение вражеских союзников на 15. Увеличивает уклонение всех союзников на 30. Проклятье. Короче говоря, мы дебаф получили. Ладно, уклонение это не так страшно. Учитывая то, что бой не особо сложный. В теории мы должны осилить его. Двигаемся дальше. Достаточно большой город, что удивительно. Я думал, что он будет поменьше. Еще один переход. Офигеть, а сплошные переходы. Стражи. Ну, стражи, как вы помните, ничем особо не примечательные. Быстро они падают. 500 хп. Ребята дохленькие. Уязвимые к физе. То есть мы их сейчас быстренько всех потушим. То есть без проблем они. Ну, непримечательные, в общем, ребята. Забираем сундуки. Скорее всего, золото. Да, еще и легочная броня какая-то. Посмотрим, что потом за броня. Данный момент не актуально. Собственно, забираем сразу. Крит минус 700. Но у них нет шансов, потому что мы элементарно сильнее готовы. Я вообще рекомендую, если у вас есть возможность, проходить все сюжетные задания в новом дне. Когда ваши персонажи энергичные. Чтобы у вас было больше шансов просто продавить их. Наш мак капнулся немножко. Собственно, круговая локация здесь. Судя по всему, давайте до угла дойдем. Капец, какая огромная локация. И мы нашли герцога, судя по всему. Капец, как тут много всего. Один уровень. Я такое чувство, что... Встреча с лидером противником. Две звезды. Давайте посмотрим, что за противник. Противник. Вот он. Это уже элита, которая механизм. Он уязвим. Электричество. С элитой будет тяжело драться. Давайте посмотрим, сколько у него хп. У него 4000 хп. Ну, это капец, как жирно. Что он делает? Он бьет по первой позиции. Бьет... Бьет огнем по площади. И бьет по всем. Короче, жирный хреноплет, который нам будет очень-очень сильно мозги делать. Ну, я думаю, мы его в теории сможем раздамажить. Даем гард. Даем масс-щит. Посмотрим, что он из себя представляет. Кинем на них массовый ебав. Эти ребята, они самовыпилятся, поэтому они не актуальны. Посмотрим, что будет делать этот. Стреляем по нему. Урон 1000. Неплохо. Бьем с руки. Он будет сейчас кастовать выстрелом. Цель в первом ряду. Он не пробьет, поэтому бьем просто его физой. Кидаем на него яд. Иммунка у нас упала. Тем самым нам нужно... Смотрим, что наш враг будет кастовать. Это выстрел. Цель в первом ряду. Ну, дохлый, в общем, мужичок. Поэтому добираем его. Пускай бьет по передней позиции. Сколько он ему влезет. Удар 130. Это дохлый удар. Он был любовь, еще от кис. Давайте заберем... Шипастые сапоги. Отлично. Еще какой-то вертолет. Давайте посмотрим, что это за вертолет. Скорее всего, это механизм. Да, это механизм. Собственно, как я и думал. Урон физой понижен. Урон электричеством повышен. Он бьет цель с наивысшей атакой. И немедленно призывает народ. ХП. 600 хп. То есть, за один ход мы его должны забрать. За один, за два хода. Давайте посмотрим на карту. Карта огромная, как вы видите. Офигеть, тут карта, конечно. Здоровенная. Давайте заберем этого механизма. Мы уже с ним встречались. Поэтому я не думаю, что он заставит нам проблемы. Гард, конечно, был бы лучшим решением. Но давайте кастуем защиту на себя. И просто начинаем затравливать жирного. На нас накинули кровоток. Но я думаю, это не сильно критично. Нас забираем, собственно, жирного. Жирный выпал. Собственно, квестовая локация. Эй, сюда. Вы кто? Вы не помните, кто только что вам бросил оружие? Это ты? Это была изолента, которая я не взял. Совершенно верно. Следствие за мной, скорее всего, придут сражения Герц. Я отвела у вас в безопасное место. Спасибо за помощь. Прекращение прошло успешно. Соответственно, мы прошли этот квест. Но фишка в том, что мы не закончили. Его у нас 78%. Соответственно, мы допроходим текущее задание на 100%. Для того, чтобы, во-первых, наши ребята прокачались. Во-вторых, выбили шмоточки какие-то. Просто в большинстве случаев на первой локации можно на много хороших предметов выбить. По крайней мере, так было на других. Собственно, переход-переход. Собственно, сундук с золотом, скорее всего, да? Да, чисто золото. Причем 65 монет. Прям детский сад. А чтобы вы понимали, мы больше, ну, по 1000 монет примерно получаем. Забираем одного стражника, забираем второго стражника. Тут, судя по всему, все механизмы, поэтому нам нужно защиту от механизмов искать, либо бить электричеством. Еще стражники, охраняющий сундук. Давайте эту кампанию заберем. Ну, 73 она раздамажила, и возвратка ее убила. У меня возвратка в 400 идет на, собственно, этом, на нашем дереве. Давайте посмотрим. У нас 100% исследований, тем самым мы исследовали полностью всю локацию. Можем смело выходить. Собственно, получили некоторое количество опыта. Возвращаемся в город. Нам подсказывают, что у нас колосс проапался. Наша деревяшечка апнулась. Давайте ее апнем. Также проапалась и, собственно, голем высоковольтный. Давайте его тоже масштабнем. Но, на самом деле, он не особо сильно полезен. Но, опять же, голем, он скорее для... Если выиграть через электричество. То есть, вот, на текущей локации, скорее всего, голем будет более перспективен. Давайте посмотрим, что по вещам. Может, что нам нужно переодеть будет. Так. Это у нас на стрелка адский огонь. Руки. Руки на стрелка. Ну, я думаю, понятно, что эти руки лучше на стрелка. Поэтому мы просто переодеваем их. А, это пушка. Нет, пушка нам не надо. Хотя нам как раз таки пушка и нужна. Ну, ее можно будет апнуть. Посмотрим. Так, шипастые сапоги. Очень много предметов. Они все низкоуровневые. И непонятно, на кого их одевать. Духовный урон, духовное кольцо на стрелка, опять же. Непонятно пока, куда, что это применять. Давайте заберем награду пока. Забрали, собственно. Нам отдали стила. Осколки. И говорят, что нужно двигаться дальше. А, кстати говоря, надо вылечить рак у нашей. Изоленты. Вылечили рак. У нее был рак. Я в прошлой серии поймал его. У меня тут осколки Рэми, осколки Дэзмонда и осколки Стэна. Ну, тут единственное, что можно взять, так это осколки Рэми. Ну, они 20 тысяч, нам пока повременим немножко. В теории можно еще пробежать двоечку. Давайте посмотрим, инвентарь наш потянет пробежать. У нас получается 48. Это плюс 30, грубо говоря. В принципе, да, я думаю, мы еще сейчас плюс один пробежим вместе с вами. Город Ной, собственно, заключенный воин. Уровень Монстра 21 нам дадут Стива. Прокачают и дадут фиолетовый шлем. Отлично. Этаж 1, собственно, опыта 500. Ребята те же самые. Как говорится, и вперед. Нам говорят то, что наши ребята выше уровнем, чем локация подразумевает. Поэтому мы должны, в принципе, продавить. Нам дают спринтера. Сразу же это у нас у Перку, у нашей Софи. Я его получил за вход в подземелье. Заводские развали на окраильный город Дудной и Шарлотты и другие бежали туда, что они в безопасности. Все члены наемников полка наемников города Вальгала. Я немного слышал о вас. Вы самое элитное спецподразделение города Вальгала. Я слышал, что у вас очень строгий отбор. Мы все еще новички, пока не можем называться элитой. Поэтому герцог общается, как не общается с нами. Есть вещи, которых вы, чужаки, не знаете. Со временем изображение паровой технологии жизни преобразилось. Многие люди вынуждены работать на фабриках, делая эти машины для убийства днем и ночью в попытке бросить вызов королю. Почему вы не сообщили об этом королю? Некоторые приверженные к царю были подкуплены, создав ложный образ мира в городе Ной. Как подло. Я хочу попросить вас одолжение. Я обязательно добьюсь успеха, если могу получить помощь. Поскольку вы помогли нам, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь вам. Доктор Варт, изобретатель технологии паровых двигателей. Мой наставник. Герцог арестовал его и наставил провести какое-то секретное исследование. Мой наставник отказался подчиниться приказу Герцогу, посажен в тюремную камеру. Мало того, что многие люди, которые не подчинились Герцогу, были посажены в тюремную камеру, я должен спасти их. Таких сложно сказать, это выходит за ремки наших юрисдикций. Но мы не можем просто так закрыть глаза на этом. Я не заинтересован в подобном. Если мы будем действовать опрометчиво, это может привести еще к большей конфронтации. Я вернусь в Вальгалу и доложу об этом лорду. Пожалуйста, идите лорду, почему мы не можем вернуться вовремя. Совет. Вам лучше убегать прямо к конфронтации с Герцогом. Дождитесь подходящего момента, чтобы начать действовать. Если позволит время, я приду в пыльные войска, чтобы протянуть вам руку помощи. Ясно. Вот гнида. Нас осталось трое. Эта гнида просто сбежала. Вы представляете? Вот как же не повезло, капец. Эта гнида просто взяла ядовитое, сбежала. Блин, я бы знал, я бы другого персонажа взял с собой. Ну а кто же заранее знает, что нужно, что вас, нас ожидает. Ладно. Гнида ядовитые. Пускай валит на все четыре стороны. Просто нам урона не хватит их убить. Без ядовитой гниды, без этой. Из-за этого мы больше ДПСа будем получать. Ядовитая гнида. Враг силен, это босс. Собственно, те же самые, да, ребята? Триста, 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 тысяча семьсот. Ну, бьем, короче говоря, по этому ДПСеру. Они все физики, поэтому просто ждем. Собственно, он до сих пор жив. Давайте его дорежем. Жирный, однако, герцог получился. Ну, мы его срезали. Это, скорее всего, какой-то не герцог, а кто-то другой. Какой-то элитный хреноплятик. Фиолетовый шлем получили. И что, это еще какой-то поршень получили. Потом посмотрим вместе с вами. Давайте сейчас все пробежимся. Спасти Стива и заключенных у нас, собственно, если мы пробежимся, то у нас будет новый персонаж Стив. Стив, это боец, который, ну, на мой взгляд, бойцы не особо сильные, но, опять же, нам не... У нас вообще один, как крыса, сбежал. Нас оставилось трое из-за него. Я бы знал, я бы этого ядовитого вообще бы не брал. Ну, чтобы вот этого детского сада не было из-за разряда... Ой, блин, и... Ему нужно сбежать, там кому-то что-то доложить. Нахрен тебе что-то докладывать, блин. Ты бы лучше нам помог сначала. Ну вот... Бесполезные. Вот, собственно, Стив. Какой-то шум доносит из тюрьмы по городам. Стив. Урод, выпустите меня отцу, я разруглял своим кулаком. Ироды. Какая наглость. Тебе так просто... Теперь вы просто как хлоп. Я могу покончить своей жизнью. Преподайте ему урок. Это точно, если ломаю тебе шею. Ты хочешь умереть? Бейте его сильнее. А-ха-ха. Это Стив. Он ваш компаньон? Да, он арестован на сопротивлении так давно. Стражи избивают ее, спасите его. Внимание, обнаруженная цель. Внимание, обнаруженная цель. И тебе для цели арестовать их. На нас напали свеженькие. Давайте посмотрим, сколько это у вертолета ХП. 600 ХП. Давайте ваншотим вертолет. Не получилось у нас его ваншотнуть. Дадим гард. Ждем. Стреляем еще раз по вертолету. Вертолет закончился. Рубим первого. И рубим второго. Из Иолента. Это ты? Ха, я знаю, что ты придешь. Ой, все больно. Безымянный. Ты довольно крепкий орешек. После такого избиения все еще говорите, говорите. Ох уж, я довольно крепкий орешек. Эти парни не могут ничего со мной поделать. Ха. Если так, я оставлю тебя в покое. Я все еще на английском. Своего наставника. Ха. Ты совсем не изменился. Все еще безаличен ко мне. Того наставника держат отдельно от нас обычных заключенных. Я думаю, его держат в серверной камере совсем одного. Вам нужно искать более тщательно. Позвольте мне показать вам дорогу. У нас, но, свеженький моб. Давайте посмотрим, что это за тело. А, он, я понял. Он присоединился, но не к нам. Это на бойца на 19 уровень. Это на хила, хиловоин. Ботинки на хиловоина. Неплохо, неплохо. На пробитие удары ТДПС ботинки, судя по всему. Ну, давайте их отдадим нашей этой. Ну, собственно, тут ботинки на скорость. Но, я думаю, скорость ей не сильно критична. А, тут сквозная дверка. Давайте пробежим сквозную. Постоянно меняется уровень исследования. Такое чувство, что локация постоянно открывается. В коридоре тьмы группа осторожно движется вперед. Заключенные, выясните нас, мы не хотим здесь умирать. Эй, люди, такие же, как я, их держат за непоконнение приказом герцога. Можно им помочь? Ха. Я знаю, ты все еще добросердечный парень оценю. Это позволь мне предложить варианты. Нападаем на эту компанию. Сейчас потушим их. Ну, с роботом мы уже встречались вместе с вами. Поэтому, я думаю, проблем он не должен доставить. Даем гард. Даем снятие дебафов. То есть, чтобы быстрее восстановилось. Стив начинает атаковать. Он бьет электричеством. А мы бьем физой. Ну, на самом деле, мы бы и без Стива справились. Просто нам комфортнее, когда мы вчетвером, нежели когда мы втроем. Получили свежее зелень. Нам нас не пускают сюда почему-то. Нам говорят, что мы не можем сюда зайти. Как вы видите, ни в одной из дверей. Это, скорее всего, запертые камеры. Путь осторожный. Контроль и комната тюрьмы находятся в конце дороги, которая усиленно охраняется. Это довольно проблематично. Какой наш шанс в победу, если мы с ним столкнемся? Насколько я понимаю, шансы меньше 50% нужно найти другой способ. Начать прямую атаку. Все полностью готовы. Он войдет на противника, охраняющий офис. Напали на противника. Смотрим, что жирная туша. 1200, в принципе, дохленький. Бьет по-переднему. Ему гард дать. И пускай смотрит. Все остальные выпиливаются с одного выстрела. Отдаем защиту на танка, для того, чтобы он держал. Собственно, ждем. Посмотрим, что они из себя представляют. Ну, Стив там немножко ДПС-ит. Эти полы пиливают сейчас практически. Он бьет огнем по площади, но ему это не поможет. Ну, собственно, вот и все. Весь бой. Россия охрана усиленная, но они слишком дохлые для нас. Ну, Стив, конечно, очень много ДПС наносит. И Оэлика играет с выключателем в комнате управления. Открываются двери тюрьмы. Слава богу, ребята, мы свободные. Вы знаете, где находится доктор Варт? Доктор Варт, несколько минут, мы перейдем герцогом с большим отрядом сопровождения в имперскую башню. Это самое тщательно охраняемое место во всем городе. Доктор Варт хороший человек. Если вы хотите его спасти, мы можем вытекающим манерам, что выманите охранников, тогда вы сможете проникнуть в башню. Вы не ровнее стражником. Я давно хотел сразиться с этими проклятыми стражами. Если это так, то оружие, которое я разработал в секретной комнате, может оказаться полезным. Мои научные достижения могут, безусловно, полезными быть. Эти странные устройства, которые вы спрятали в подвале, это и есть ваше так называемое оружие. Конечно, они оснащены самопередовыми технологиями. Просто они нестабильны. Отличие, отлично, мы долго ждали этого дня. Приключения мы завершили, но нам нужно еще исследовать, собственно, рычажок. Активировали. А здесь почему-то нет выхода, что удивительно. Хотя нам показывают по этому, что он есть. Давайте зайдем в камеру, посмотрим. В камере присутствуют сундуки. Давайте их заберем. Все. Ну, лут лишним не бывает, сами понимаете. Собственно, пустая камера, тут вообще ничего нет. Ну, стик для нас будет бесполезен, потому что, если нам его как бойца не дадут, он для нас будет бесполезен. Еще один сундучок, заберем его. Следующая камера. Еще один сундучок, забираем сундучок. Сундучок самый дохленький, то есть начальный он средний, деревянный. Ничем он не примечательный. Чем более богато выглядит сундук, тем более лучше в нем лут присутствует. Собственно, пустая комната, без ничего. Еще один сундук, тоже самый обычный, без ничего не примечательный. Самое лучшее снаряжение, оно падает с этого, либо с боя с арены, либо с шута, если вы сможете выкрутить. Давайте, у нас 66%, давайте еще заберем остатки. Стив для нас, конечно, по сути бесполезен, но, как говорится, ударенному коню в зубы не смотрит. Учитывая то, что у нас, наверное, целенаправленность за этого и ограничение поставили. Срезаем этот вертолет несчастный, чтобы он тут не отсвечивал. Срезали вертолет, получили книгу, открыли сундучок, забрали, возвращаемся обратно. А все предметы снаряжения потом смотреть будем. Я не думаю, что наши ребята сильно от него просядут. Достаточно длинные локации, что удивляет. Стражники, давайте на них нападем. У них 400 хп, мы бьем 300 на танке, поэтому мы их не раздамаживаем. Собственно, выпилился стражник об нас. Капец, какая длинная локация. Блин, вы не представляете. Так, это круговая, хорошо. Забираем, собственно, этого стражника, жирного на роботе. Даем гард. Ну и забираем, собственно, обычное так. Так, собственно, мы проверяем. Это у нас мы 90% исследовали. У нас еще один поворотик не исследуем. Давайте его доисследуем. Что там? Ну там, скорее всего, ничего нет. Это мы все-таки должны исследовать. Да, что в этом убедиться. А, тут сундук был. 95%. Ну, 5% это, скорее всего, этот... Собственно, открывашка. Давайте откроем ее. Чисто на интерес. Посмотрим, что дает, например, самое первое. Запустить устройство. Выберем, например, зеленый цвет. Уменьшая броню вас и вашего врага. Ой, капец, это очень плохо. Увеличивает броню всех союзников. И увеличивает броню вражеских союзников. На самом деле, броня это очень плохо. Увеличивает броню союзников и увеличивает броню вражеских союзников. Ну, то есть, броню вражеских союзников сомнительное решение увеличивать. Собственно, 100% мы закончили. Выходим. У нас новый персонаж. Это Стив. Давайте его наймем. Стив нанят. Первый уровень. Боец. Точнее, воин он у нас. У нас уже есть воины, поэтому они ничем не примечательны особо. Давайте его прокачаем до третьего уровня. Это то, что он просто был. Ну, помощнее себя чувствовал. Прожмем ратушу. Вот как-то так. Рекламу я без вас буду смотреть. Ну, и переодевать ребят тоже, скорее всего, буду без вас. Тут очень много можно смотреть. Вообще, тут можно просто нажатием пользоваться. Ну, я, правда, не рекомендую это делать, потому что они в большинстве случаев выбирают по принципу, вот, например, смотрите, рейтинг 102 и рейтинг 62. То есть она выберет в любом случае рейтинг 102. Хотя, даже если она будет ниже уровнем. Хотя персонажам это может просто элементарно не нужно быть. Поэтому я рекомендую иногда руками все-таки переодевать. Чтобы элементарно оно было получше выглядело и так далее. Было более эффективно, скажем так. Я думаю, мы с вами пока на этом закончим. Мы основное подземелье пробили плюс 2 этажа в городе Ной. Собственно, Лауши Герцог и Закаленный Уайн. Дальше будем смотреть. Еще, возможно, плюс 2 продавим. Но это уже будет в другом выпуске. Вот, поэтому всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.